В данном случае не для всех армян. Добрый день. Добрый-добрый день. Слушай, я так понимаю, что мы сегодня вообще будем целый день. Сумки, круглые в эфире. Это мутные предположения. Ага, у нас на красном звездном диване очередная очаровательная гость. Сегодня у нас парад очаровательных гостей. А-па-пам, па-пам. И вторая очаровательная гость у нас тоже имеет непосредственное отношение к музыке. У нас до тебя очаровательная гостья номер два была директор пешколы музыкальной, которой 85 лет исполнился директор у нас в пешколе. Она была в гостях, да. Полосая была. Итак, восходящая звезда отечественной инди-культуры Ольга Третьякова. Здравствуйте. Добрый день. Отечественная, это в смысле российская, да? Я тоже удивил, почему инди-культура? Это я прочитал, что я тебе скажу. Это я прочитал на сайте Ростов АИФРУ. В полку ростовских музыкантов на российской сцене прибывает. Визуализация прибывает. Мы уже узнали, что ты из Ростова. Все отлично. У нас уже двое знакомых из Ростова. Дина Дебров и Ольга Третьякова. Ольга, а вот и Максим Горький. Человек, который... Ну, проходите, Максимушка, что же он вам. Классики. Классики тоже приходят. Он сейчас зайдет. Он пошел покурить, рассердился. Так давайте уже про инди-культуру. С ростовскими журналистами из газеты «Аргументы и факты». Ольга, итак, вы занимаетесь музыкой и занимаетесь, несмотря на то, что вы лично считаете, что не очень серьезно, получается как бы серьезно. Потому что серьезные альбомы, серьезные рецензии, серьезные клипы. Как так вообще? Как можно несерьезно заниматься серьезной музыкой? Я бы не договорилась, что это не сегодня. Ну, вероятно. Да. Если распространяется... Ну, ты же не с утра до вечера занимаешься музыкой. У тебя есть другие дела. Их очень много. Это не обстивно. Ну, покажите мне там человеку, который очень радует, что я занимаюсь музыкой, кроме классических музыкантов, которые... Ну, и ребята из группы «Металлика», там, например. Ребята из группы «Металлика» – это уже для них работа. Да, да, да. А я не думаю, что они бы занимались музыкой, если бы они не были в определенных рамках. Потому что они вынуждены уже просто держать марку, держать все, давать им... Они вынуждены записывать огромные, все контракты, да? Они на потоке. Может быть, они уже не получают того удовольствия от них. Я знаю, в кучу музыкантов, для которых музыка стала желтой. Так, так. И в этом ключе музыка потеряла вот эту вот свою творческую составляющую. Для них это просто бегает мяру, кильная и так далее. И они упасть в очень такой степени, с вами уже не сискивают. Нюансы и... То есть, ты считаешь, что музыкой надо заниматься именно так, как ты ее занимаешься? Нет, я считаю, что в каждом случае все индивидуально. Потому что есть люди, есть темпераменты, есть образование, культура, воспитание. Да кому что подходит? Есть люди, которые заточены на достижении. Им нужен результат. То есть, греми, продажа альбомов, признание. Ну, вот это не слабее уже. А вот есть люди, которые от души действительно, да? Игрец, конечно, не те, которые от души. Ну, просто есть люди, которые вот как тяготи, они прут. И неважно, на какие рельсы поставь, они должны добиться результата. А мне расстраивает сам процесс, потому что я не могу сказать, что я артист. Я скорее композитор. Ты не можешь сказать или не хочешь? Это разная вещь. Я не могу, наверное. Ага, нет. Потому что мне качество пока не дотягивает до этого. Потому что артист, наверное, что-то больше. Это может быть человек, которому мы прям очень сильно нравится находить нас в цели. Которого мы здесь будем подкликать, подкликать. Я скорее присправляю то, что я здесь даю. Угу. Отлично. Ну, для того, чтобы не быть голословным, я предлагаю сейчас уйти на коротенькую рекламу. После послушать кое-что в исполнении как раз Ольги Третьяковой и ее замечательной банды, которая называется «Атреоль». Просто я так и называю. Да, это ты и так называешь, но у тебя же музыканты. У тебя команда. У тебя команда, которые постоянно с тобой или они меняются? Там текучка есть какая-то? Нет. У меня нет текучки. У меня постоянно все всталки. Единственное, что если вдруг случается такое, что… Кого-то надо заменить? Да. Кого-то надо. Он просто находит себе замер. Ну, есть люди. А, то есть это коллектив, который прошел действительно отбор, да, уже? Да. Это люди, которые выбирали и гадали. Ну, что ж. Реклама после «Триоль» с Ольгой. Потому что без Ольги «Триоль» не «Триоль». А потом продолжим наш замечательный, интересный разговор. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что Максим Горький к нам уже, собственно говоря, присоединил в видео. Добрый день. Реклама на радио вам. 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 Вас слушают веселые. Устали, друзья, у нас в мире обездки и деловой поездки сами. Реклама на радио вам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Спокойной ночи, у вас все прости. У нас же есть югком в любое время. Спокойной ночи, а современные маленькие, которые... Да, потому что мои детки, да, мои детки как-то тягарически против. У нас для родителей это все работает, а для института. Так, хорошо, ну, я поражаюсь, как Максим и наши другие коллеги работают днем, потому что у нас опять реклама. И после рекламы еще одна замечательная композиция называется It's All вот ее мы послушаем. После рекламы и продолжим, ну, закругли нашу беседу с Триоль. Слушай, а как, Павел, с Триоль или Стреоль Ю? Ты знаешь, я сама не знаю. Не знаешь? Потому что у меня просто был, я подписывалась Триолу, потому что это производное на меня имя. Понятно. А все остальные, кто называет Триолу? Называет Триолю. Ну, по-разному можно интерпретировать. Можно, а я думаю, что если следует правилам русского законодательства, то, наверное, Триоля. Да, Триоля. Ну, нам, конечно, на самом деле все сходит в срок, потому что мы не русские. Конечно, мы можем сказать и закруглим разговор с Триолями. Да, я не знаю, русские, но есть, тем не менее, которые русские. Ну, это наша беда. Реклама сразу после Триоля. Вот такая вот русская тонета тикарама у нас. Триоль в Идии, добрый день. Ну, что, у нас целых три минуты говорит нам наш любимый компьютер, вот до тех пор, пока у нас парень. Можно передать привычу, да, или парень? Да, 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 обязательно. Можно передать привычу, да? Да, 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 обязательно. Триоль, а и так быстро очень, буквально за минуту расскажи нам, что ты думаешь по поводу того, нужен, должен человек заниматься концертами, человек, который пишет музыку, или достаточно интернета, и вот интернет... Да, потому что у него нет вариантов. Ну, точнее так. Вот есть, например, Алана Дарьерой. Да, есть. Она гастролирует крайне редко, а в первый год, по-моему, она все очень... Да, да. Тем не менее, она заработала огромное состояние только на продаже в интернете. Вот. То есть есть такие примеры. С одной стороны, выступать не обязательно, а с другой стороны, если ты музыкант, если ты артист, то даже показать, как ты работаешь. Тебе нужна обратная связь. Даже не потому, что... Ну, кому-то нужна обратная связь, да, нужно посмотреть, а как они на меня реагируют. Или искуславие, да, посмотри, как он взял, он волнуется, а они всем именно в початке двигают, да. А кому-то... Вот для меня это, например, вопрос такой репутационный. Я хочу доказать вам себе, что я могу не только произвести в записи качественную музыку и добиться хорошего звука, но я еще могу его показать, кто сцены. У меня хороший звукорежиссер, у меня отличные музыканты. Нас там 8-9 человек на сцене. Это и скрипки, и баланчево, и саксофон, и фирето, и вот там перкусси, вот диджей. И это все мы можем сложить даже в... Неважно, какой клуб или какой у него став, я имею в виду вот аппаратура, но мы можем справиться с этим и сделать хорошую звуку. Ну, Жор, в ожидании концертов очаровательной триоли в Ереване, затаив дыхание. Были такие мысли когда-нибудь? Были даже предложения, но поскольку у нас команда большая, нам предлагали... Накладно? Это накладно для организаторов. Конечно, конечно. Мы несколько раз не предлагали, например, приехать и выступить как бы одной. В малом составе. Это называется по отцовам, с очень малым составом, с ноутбуком. Но я могла бы заработать на музыке. Водельцы клубов в Ереване, раскошельтесь уже на хорошую качественную музыку. Опять классика. Семья-то большая, до 2 человека, всего мужиков-то. Ну вот. Давайте. Это академик, ты сегодня прям пушишь непонятными мыслями. Мы их все, чтобы не было ввиду от всех этих там продюсеров, которые важны заняткой. Ясно. Ну что ж, ну а если не в Ереване, то в Москве я вижу достаточно часто. Триор выступает, в клубах. Ну мы сейчас на лекцию сделаем телерап, посадимся за русский альбом, который пускаем в Москве. Садимся за русский язык, надо его перезать. Да, вы должны. Мы в драмате поднатать. Малко напишут. Абвагадея. Да. Ну что ж, большое спасибо, Триоль. Сразу просто как мы замолчим, попрощаемся с очаровательной девушкой. А, у нас, да, старый хит. Старый хит. Ну я как раз это хотел сказать, но курдон тоже меня сильно получается. Так вот, после старого хита Триоль на русском языке с композициями «Ты вся моя нежность». Мы посвящаем эту песню всем нашим любимым, дорогим людям. Спасибо большое, что пригласили. Приходите в наш контакт. Мы собираем вам все. Спасибо большое. Спасибо вам. Взаимно приходите к нам еще. Мы будем ставить ваши песни. А у нас старый хит. После Триоль, Дос, Видос, точно больше вы нас сегодня с академиком не услышите. Уходим, уходим. Спасибо. Продолжение следует...